В шестой раз в Московской области разыгрывается Кубок чемпионов по футболу 8 на 8. В этом году в Дмитров приехали семь звёздных команд из Краснозаводска, Зеленограда, Долгопрудного, Дубны, Королёва, Щёлкова и Мытищ. Восьмым участником в турнире стала команда МЖБК, в этом году ставшая семикратным победителем чемпионата Дмитровского района по футболу. В прошлом году заводчане тоже участвовали в Кубке чемпионов и завоевали серебро, уступив в финале футбольному клубу Мытищи. Мы играем с детства, кто-то с шести, кто-то с десяти лет. У нас была команда, мы потом все разошлись, а спустя семь лет назад мы опять собрались в дворовой уже лиге. Много ребят у нас играли и в «Спартаке», и в «ЦСК», и в «Динамо», и в «Локомотиве». А в дворовом футболе мы уже играем с шесть лет. Ну, трёхкратные чемпионы города. Кубок чемпионов проводится под эгидой Московского областного объединения футбола 8 на 8. Инициаторами турнира в разные годы были Щёлковская, Мытищинская и Королёвская любительские лиги. В этом году организацию соревнований взял на себя член районной общественной палаты и игрок команды МЖБК Владимир Коваленко. Перед началом всех матчей участников приветствовали глава городского поселения Дмитров Валерий Логачёв, депутат районного совета депутатов Николай Лукьянов и другие почётные гости. Особенностью игры в футбол 8 на 8 являются сокращённые таймы по 12 минут каждый и игра поперёк половины футбольного поля. Формат подразумевает здесь замены обратные. То есть можно человека поменять, он отдохнул и опять его выпустить на поле. То есть это не как в большом футболе, если поменял, то уже не выйдет человек. Поэтому приехали по 12-15 человек в каждой команде. Там в каждой команде есть замены, можно отдохнуть. Между играми получается у нас полчаса игра, полчаса перерыв, пока другая группа играет. То есть перерывы достаточно для того, чтобы остановиться. Команда участницы турнира сначала провели матчи в группах, затем сыграли в плей-офф, далее сильнейшие встретились в финале. В группе А победу одержала команда МЖБК, обыграв коллектив из Королёва. В группе Б сильнейшими стали представители Дубны. В первой игре за выход в финал футболисты из Щёлкова обыграли футболистов из Королёва 4-1. Во втором полуфинале МЖБК проиграла Дубне с минимальным преимуществом 1-0. Таким образом заводчане провели матч за третье место с коллективом из Королёва и завоевали бронзу. А выиграла кубок команда из Щёлкова. Дубна на втором месте. Кроме главного трофея были определены лучшие игроки. И в их числе вратарь заводчан Николай Куличихин. Семь лет мы уже выиграем в районе. И конкуренция есть, но недостаточно. И у ребят теряется интерес к играм в первенстве. А здесь новый формат 7-1 для нас. Плюс команда из других районов, чемпионы своих районов. Конечно, главный интерес и опыт, определенный опыт в этом есть.